В ночь на сегодня на территории Афганистана в горах Гиндукуш произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов. И хотя эпицентр подземной бури находился почти в 300 километрах от Кабула и Душанбе и почти в полутысячах километров от Ташкента, толчки ощущались в Нью-Дели, Исламабаде, Душанбе, Ташкенте, Бишкеке и Алматы. Эпицентр подземной стихии был расположен в Аханском коридоре, тонкой полосе земли в восточном Афганистане, в провинции Бадахшан на границе с Пакистаном и Таджикистаном. Продолжительность землетрясения составила около одной минуты, но этого хватило, чтобы сполошить население региона. По данным из Душанбе, часть жителей испугалась ночных толчков и выбежала из домов. Сообщается, что в некоторых районах пропадала телефонная связь. Сила толчков в столице Таджикистана составила 4-5 баллов. Различную интенсивность толчков почувствовали жители Ташкента, Бишкека, Алматы, Нью-Дели и Исламабада. На данный момент сообщений о жертвах или повреждениях нет. Тем не менее, это не окончательные данные. Обычные известия о чрезвычайных ситуациях и разрушениях в горных районах Афганистана задерживаются едва ли не на сутки-двое. Это уже далеко не первое за последнюю неделю землетрясение в регионе. Во вторник и среду в Кыргызстане произошла серия толчков силой от 3 до 7 баллов. В результате пострадало более 200 домов, более 50 зданий пришли в негодное состояние. Часть населения разрушенного поселка Чайчи в Кыргызстане вынуждена жить в палаточном лагере, установленном МЧС. Многие государственные ведомства, например, Республиканская прокуратура, аппарат президента и другие, перечислили однодневный заработок в пользу пострадавших от стихии. Всего же за одну неделю только на территории Кыргызстана произошло 7 землетрясений. Еще несколько зафиксировано в Ферганской долине. А сегодня еще и афганские толчки. Можно ли назвать данную серию толчков разрядкой, благодаря которой регион избежал катастрофического землетрясения? Или это наоборот, только подготовка к апокалиптическому сценарию? Нужно ли жителям Центральной Азии спать одетыми на случай подземного удара? Рассказал профессор, заместитель директора по науке Института физики и земли Российской академии наук Евгений Рогожин. Вот то землетрясение, которое произошло вчера на границе Афганистана и Таджикистана с магнитудой 6.1, глубиной очага 100 километров, Это, на мой взгляд, продолжение сейсмического процесса, который возник у нас в этом регионе, соответственно, где-то в конце октября 2015 года, когда в этой же зоне возникло землетрясение с магнитудой 7 и глубиной очага 215 километров. После этого имелось еще большое количество умеренных и слабых толчков, но поскольку глубина очагов очень большая, то они не вызывали ни разрушений, ни жертв человеческих, если не говорить о самом первом толчке, который был 26 октября 2015 года. Но я думаю, что этот процесс естественный, это авторшоковый процесс, так называемый, который сопровождает многие сильные потрясения. Толчки будут еще длиться эти, авторшоки, но они не будут, видимо, такими сильными. Вот сегодня же был толчок магнитуда 6.1, не сегодня, а там, когда у нас 22-го, значит, 6.1 магнитуда была. Это она в 10 раз слабее, чем главный толчок, который был 26 октября. Вот, поэтому это процесс разрядки очага. Значит, я думаю, что более сильных землетрясений не будет. Субтитры создавал DimaTorzok